Доброе утро! В эфире телевизионная служба новостей в студии Евгений Гуляев. Предлагаем вашему вниманию обзор основных тем и событий минувшего дня. В Перми возбудили еще одно уголовное дело из-за хищения при строительстве зоопарка. Информация прозвучала на слушаниях в суде. Не допустить шабаша. С требованием отменить фестиваль магии выступил пермский ирей и начал собирать единомышленников подписать петицию. Чей бесхоз не пора ли снести? Во дворе жилой пятиэтажки в индустриальном районе Перми разрушается здание бывшей бойлерной. Люди никак не могут добиться сноса опасного объекта. Правоохранительные органы возбудили очередное уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве нового зоопарка. Об этом сообщает портал РБК Пермь со ссылкой на данные, оглашенные в Ленинском районном суде. Об этом стало известно на слушаниях о смягчении наказания экс-руководителю проекта из АО РЖД «Строй» Илье Козыреву, осужденному за хищение 353 миллионов рублей. По словам защиты, он дает показания в отношении высокопоставленного чиновника из Перми, который отрицает причастность к преступлению. Другие подробности нового уголовного дела неизвестны. Приговор экс-руководителю РЖД «Строй» был вынесен в феврале 2022 года. В суде было доказано, что Илья Козырев в составе организованной группы «В период с 2017 по 2018 год» подписывал акты о приемке выполненных работ, а также справки об их стоимости для получения бюджетных средств в счет оплаты. При этом организации данной работы фактически не исполнены. С учетом досудебного соглашения Козырева приговорили к четырем годам колонии и оштрафовали на 900 тысяч рублей. Адвокаты подали апелляционную жалобу, которую Краевой суд оставил без удовлетворения. Напомним, новый зоопарк начали строить в 2017 году в индустриальном районе Перми. Несколько раз сроки сдачи объекта переносили, а из-за хищения было возбуждено несколько уголовных дел. Не допустить шабаша. С таким требованием выступил пермский ирей. Как сообщает издание «Коммерсант Приками» Сергей Кармашев, настоятель собора Петра и Павла. Речь идет об эзотерической мастерской «Две метлы», которая вскоре собирается провести фестиваль магии. Автор петиции считает, что делать этого не следует и надеется на поддержку населения. В центре Перми в заведении «Две метлы» проводят шабаш. Давайте проголосуем за его закрытие. В прошлом году благодаря всем вам удалось это сделать. Подпишите петицию и поделитесь ею с друзьями. В соцсетях организаторы сообщили, что участие в фестивале платное. Вездеход на три дня – 10 тысяч рублей. Настоятель Петропавловского собора отмечает, что такая деятельность попадает под уголовную статью об оскорблении чувств верующих. Напомним, в прошлом году эта мастерская уже оказывалась в центре внимания. На нее пытался напасть мужчина, который пришел к зданию и принес с собой бутылку с горючей смесью, а также предмет, похожий на пистолет. А незадолго до этого главный редактор и гендиректор православного телеканала «Спас» Борис Корчевников потребовал запретить аналогичный нынешнему фестиваль магии. Устраивать веселую модель ада в тылу, когда на фронте в реальном аду умирают – что это? Хэллоуин во время войны безумнее даже пира во время чумы, потому что это фестиваль зла, в пору битвы со злом. Против мероприятия выступили и представители движения «Зов народа», которые позиционируют себя возродителями традиций, культуры, нравственности и духовных скреп России. После этого сотрудники мастерской стали получать угрозы. От проведения мероприятия организаторы тогда решили отказаться. Свежую петицию в первый же день подписали порядка двух сотен человек. Юлия Алеева, Олег Романов, Телевизионная служба новостей. Долг платежом красен. У главы одного из пермских районов забрали внедорожник. Как сообщает интернет-портал «Ура.ру», машину изъяли у Дмитрия Дробинина. Он возглавляет администрацию индустриального района Краевой столицы. Сам чиновник отрицает этот факт. Журналистам он сообщил, цитирую, «машина стоит под окном, все в порядке». Между тем источник издания выдал свою версию. Приставы изъяли внедорожник Toyota Land Cruiser. По данным базы судебных приставов, общая задолженность по четырем открытым исполнительным производствам составляет свыше 7 миллионов рублей. Без учета исполнительских сборов. Это еще порядка 550 тысяч. Самый большой долг составляет 6 миллионов 300 тысяч рублей. Чей без хоз не пора ли снести? Этими вопросами задаются жители нескольких пятиэтажек в индустриальном районе. Во дворе их домов долгое время находится здание бывшей бойлерной. Оно пустоет и разрушается. Но, по словам людей, они никак не могут добиться сноса постройки, которая уже начала представлять опасность. Двор между домами на Семченко 15 и 17. Долгое время здесь располагалась бойлерная. Но, по словам местных жителей, здание пустоет больше пяти лет. За это время оно заметно обветшало. Даже обвалилась часть крыши. Раньше было закрыто, заколочено какими-то досками. Приехали товарищи, непонятные какие, сняли все железо с этой постройки. Кирпичи оставили, свалка там продолжается. Летом это рассадник инфекций, тараканы, крысы, мыши и прочее. Опять же, нареки и пьяницы. Кирпичи в перемешку с мусором и свободный доступ всех желающих вызывают негодование местных жителей. А близость постройки к школе – серьезные опасения за жизнь и здоровье ее учеников. Я больше всего переживаю то, что здесь начальная школа. Ходят школьники, дети. Соответственно, летом они здесь бегают по крыше. Просто травматично. Я переживаю за наше поколение. Два года назад неравнодушные люди обратились к чиновникам с просьбой разобраться в судьбе постройки. Оказалось, что она бесхозная. Два года это никак вообще не комментировалось. Ни на согласование никак. Вот нынче начались согласования по приданию статусу этого объекта. И нас поставили в очередь, когда уже последний статус к дому присвоили, в очередь на 26-й год. То есть до 26-го года сноса не будет. Мы обратились за комментарием в мэрию Перми. Там сообщили, что объект обследован. Факт ветхого состояния подтвердил, что здание может представлять опасность. При этом оно является самовольной постройкой. Чьей не уточнили. Администрации индустриального района было издано распоряжение о необходимости сноса самовольной постройки. Для права обладателя был установлен срок, в который он должен был самостоятельно снести постройку. Однако этого не произошло. Сейчас администрация района проводит подготовку к принудительному сносу объекта. Предполагаемый срок проведения работ по сносу – 2024 год. Таким образом, если бывшая бойлерная не рухнет сама, ее, возможно, снесут. Жителям же придется еще потерпеть неприятное соседство. А администрации и ученикам местной школы быть повнимательнее. Новая потеря в СВО стало известно еще о двух жителях Прикамья, погибших в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Оба из березняков – это Денис Петухов и Константин Репин. Об этом сообщила местная администрация на официальной странице во ВКонтакте. При каких обстоятельствах и когда они погибли, не уточняется. «Моими руками уродует город». Такими словами, дизайнер из Екатеринбурга, автор логотипа города Кунгур, Владислав Деревянных, раскритиковал решение местных властей о повсеместном использовании разработанного им шрифта. Своё видеообращение дизайнер опубликовал в соцсети ВКонтакте. Подробности в нашем следующем сюжете. Дизайнер из Екатеринбурга Владислав Деревянных разработал для Кунгура шрифт со старославянскими мотивами. Он назвал его «Ирень» и подарил городу. Спустя время обнаружил, что все вывески в центре Кунгура заменили на однообразные. Причем везде использовали его шрифт. Но администрация города не собирается останавливаться. Изуродовав исторический центр города, единым стандартом оформления вывесок, к 2025 году планируется расширить границы влияния этого постановления. И все вывески в городе Кунгур планируется сделать единым шрифтом «Ирень». Шрифт «Ирень» создавался абсолютно для других целей. Он максимально неудобен для использования вывесок. Он максимально некомфортен для того, чтобы делать объемные буквы. По словам дизайнера, решение местных властей – это не создание единства стиля, а большая ошибка, сделанная на уровне целого города. Потому что не могут быть оформлены одним шрифтом кафе, сувениры, микрозаймы, нотариус и ритуальные услуги. Владислав Деревянных делает вывод, что принятое решение ошибочно, потому что портит визуальный образ Кунгура и не имеет ничего общего с дизайн-кодом. Кроме того, это вмешательство в идентичность брендов и бизнеса. Полное не понимание, что такое дизайн-код, некомпетентность и нежелание коммуницировать с профессионалами приводят к тому, что бизнес вынужден тратить деньги на то, чтобы менять свои вывески, тем самым уродуя облик города. Я неоднократно обращался в администрацию города с объяснением, почему это решение депутатов максимально пагубно для Кунгура. Я писал письма, делал презентации, но ни разу не был услышан. Получал лишь в ответ формальные отписки. Несмотря на это, дизайнер вновь предлагает местным властям пересмотреть принятое решение сейчас, пока ситуация не усугубилась, и готов приехать в Кунгур в любой день, чтобы встретиться с депутатами и представителями бизнеса. Олег Романов, Евгений Гуляев, Телевизионная служба новостей. Магический реализм или антиутопия. С 9 ноября в российский кинопрокат выходит фильм «Чувства Анны». Это фантастическая драма о внеземном разуме, которую снимали в Подмосковье и в Пермском крае. Главная героиня здесь работница Пермской кондитерской фабрики. На фильм уже вышли рецензии. Опубликованы и интервью с режиссером и исполнительницей главной роли Анной Михалковой. История, где сплелись реальности фантастика. Мир переживает пандемию опасного вируса. При этом люди всерьез готовятся покорять Марс. И в это время сотрудница Пермской кондитерской фабрики, которую играет Анна Михалкова, начинает слышать послания иных цивилизаций. Внеземной разум передает через главную героиню важную для человечества информацию. Постепенно ее жизнь меняется. Из простой фабричной работницы она становится известной персоной. Ее приглашают к участию в телешоу, в фотосессиях, в модных журналах. Режиссер и сценарист фильма Анна Меликян рассказала, что роль была написана специально для Анны Михалковой. Я помню, что я читала Стругацких, и мне пришла такая мысль. Одна, я даже ее записала в своей записной книжке. Была одна фраза. «Аня Михалкова, простая русская баба, с завода спасает планету». Не знаю как, но как-то спасает. Источником вдохновения послужила и так называемая Пермская аномальная зона в Малепке, связанная с легендами о пришельцах. Часть эпизодов картины снимали в нашем регионе, в том числе на Пермской кондитерской фабрике. Фабричный антураж воссоздали и в Зеленограде. В здании Московского института электронной техники прохожие наблюдали вывески с логотипами пермского предприятия. А внутри вуза проходили съемки массовых сцен, которые на реальном заводе снять намного проблематичнее. Как говорят кинематографисты, этот фильм затрагивает много разнообразных тем. Люди говорят про абсолютно разные темы. Один говорит про одиночество, другой говорит про тему таланта, дара. Там есть эта тема. Честно говоря, вот сейчас для меня там нет какой-то одной темы. Тема та, которую зритель для себя уловил. Это всегда главная тема. Мне еще нравится, что это действительно вообще в масштабе Вселенной, ну того, что вот человечество не может с собой справиться на этой земле, но мы все равно стремимся... На другую планету. ...где-то еще вот оставить свой след. Киноновинку уже активно обсуждают в СМИ. На фильм вышел ряд рецензий. В Перми премьера состоялась 5 ноября. С 9 числа чувства Анны в российском прокате. Юлия Зыкова, Телевизионная служба новостей. Наш эфир продолжается. Не переключайтесь.